В этот торжественный день, когда не только юные кадеты, их педагоги и родители, приглашенные в гости, испытывали волнение, не помешает заглянуть в прошлое и вспомнить, какая система образования была в Бресте позапрошлом веке, ведь город над Богом имеет большие традиции по части учебных заведений приличного уровня. Одним из таких был Брестский кадетский корпус, чья история началась во 2-3-19 века. Так что смело можно говорить, что кадетские классы на базе школ города – это продолжение вековых традиций. В городе Бресте действует целая система кадетского воспитания и военно-патриотической направленности. У нас в нескольких школах довольно успешно работают эти направления. Это и школа номер 35, это и школа номер 16, 26, 8. Но, без сомнения, школа 28 является основоположником этого движения. Вот 10 лет кадетскому направлению, которое они поддерживают. Ну и результатом и успешности их работы – это их выпускники. Сегодня мы воочию убедились, что они работают не зря, что они воспитывают достойных граждан нашего города, республики. Самые ответственные ребята, те, кто в будущем мечтает защищать свою родину, стали воспитанниками кадетских классов. И уже сегодня слова «жизнь, отечество, честь никому» для них – не пустой звук. Предстоит в дальнейшем сложная работа над собой, предстоит многому учиться. Программа довольно насыщенная. Помимо обязательных уроков, кадеты будут изучать основы военного искусства, учиться хореографии, этикету и многим другим дисциплинам. Кадетское движение – это прежде всего движение для государства. И кадет – это человек, который душой предан государству, отдан государству. И его жизнь посвящена для развития этого государства, в частности, у нас сейчас в Беларуси. Что такое в образовании Бреста кадетство? Да, мы начинали 10 лет назад, и в принципе, я не жалею, что с этим движением завязал свою жизнь и свое учреждение. По той лишь причине, что это прежде всего пример для моих остальных учащихся. Четко, ответственно произносили слова первой присяги 70 кадетов средней школы номер 28. Слова простые и доступны, но столь же значимы они для этих ребят, которым сегодня определена довольно ответственная миссия. Самые главные слова – это любить свою родину, всегда говорить правду, помогать своим друзьям, хорошо учиться, быть здоровым, спортивным человеком. А получится таким быть? Да, получится. Эти юные кадеты, сегодняшние пятиклашки, точно знают, что когда вырастут, обязательно будут родину защищать. А пока по-особому трепетно нужно учиться и постигать первые азы военной науки. Мой брат был кадетом, и поэтому я захотела стать кадетом. В будущем я хочу стать прокурором, потому что прокурор следит за порядком в городе и в республике. Я смотрела действительно за своим сыном, за детьми, с огромным умилением, с гордостью, с тревогой в сердце, в душе. И, конечно, я рада, что мой сын выбрал себе такой путь, потому что он действительно сам его себе выбирал, мы ему абсолютно этого не навязывали. Ну а мы своей семьей поддерживаем его как можем. Ну а в общем-то, вот такой праздник состоялся нам всем весело, радостно и почетно. Так уж повелось испокон веков, что люди военные были образцом порядочности, верности долгу, стойкости духа, а также эталоном воспитанности и элегантности. Они были настоящими защитниками своего Отечества. Их девизом были и остаются слова «Жизнь Отечеству, честь никому». Будущее этого движения, бессомненно, уже доказало свое право на жизнь. И городские власти будут всячески поддерживать эти направления в различных, наверное, аспектах, в том числе и материально-техническом, в том числе и в каком-то моральной поддержке. Потому что кадеты – это, наверное, те люди, которые будут лежать в основе будущего нашей страны, во всяком случае, государственного управления. Это без сомнения. Лариса Осмолович, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.